Что мне понравилось, а что мне не понравилось. И в конце работы мы обычно узнаем, с чего нужно было ее начинать. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале обзор электроинструментов и с вами Николай Дотошный. И сегодня на обзоре у меня ленточная слив-машина от торговой марки Tecvan, модель TBT1100. Ну и конечно же, я ее буду тестировать и разбирать, смотреть что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. Указанная мощность в данной шлифмашине 1100 ватт, количество оборотов от 120 до 380 оборотов в минуту. Размер ленты 533 на 76 и вес данной шлифмашины 3 килограмма 560 грамм. А вот комплектация в этой шлифмашине удивляет. Это стол, струбцины, мешок для сбора пыли. Ну и конечно же, конечно же, дополнительный патрубок под пылесос. Друзья, напишите мне, какие торговые марки имеют еще такие патрубки. Ну и конечно же, по феншую, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Друзья, а теперь по традиции расскажу тем людям, кто покупает в интернете, но и нет возможности поддержать и попользоваться данной шлифмашиной. Сразу покажу, как устанавливается мешок для сбора пыли. Есть специальные направляющие, также на самом мешочке есть направляющие. Раз и вау-ля, все, мешок стоит. Точно так же адаптер под пылесос. Многие пользователи жалеются, что вот шлифмашины выпускают под мешки, а нет адаптера под пылесос. Вот, пожалуйста, вам адаптер под пылесос. Основная рукоять в этой шлифмашине имеет в верхней части прорезиненный корпус. Дополнительная рукоять сделана и из пластика, но эту рукоять можно регулировать. Отводится такой рычаг и рукоять выставляете под нужным вам углом. И эта рукоять имеет очень-очень много положений. Также в этой шлифмашине есть регулятор оборотов. Регулятор имеет 6 положений и все положения с четкой фиксацией. Очень понравилось, что регулятор прям под рукой, если вы работаете, и не составляет никакого труда дотянуться до регулятора большим пазельсом и выставить обороты. Сама по себе клавиша, как видите, широкая и имеет возможность фиксации данной шлифмашины. Сам по себе механизм натяжения ленты сделан из металла, но имеет пластиковый рычаг. Вот этот рычаг, который я сейчас откидываю, сделан из пластика. Также в данной шлифмашине есть возможность регулировать ленту по направлению. Лента с данной шлифмашины легко извлекается. Стол подошва в данной шлифмашине металлическая. Приводной барабан прорезинен. И самое главное, что меня удивило, что в данной шлифмашине есть керамическая вставка. Это если у вас будет лента съезжать, чтобы она не выгрызала, не выедала корпус. Здесь зафиксирована специальная керамическая вставка. Длина сетевого кабеля в данной шлифмашине 2 метра 2 сантиметра. Кабель имеет сечение 2 на 0,75 мм квадратных. И кабель самый обычный пластиковый. Ну что ж, хорош транзит. Давайте проверим, как она работает. Ну, как вы увидели и услышали, плавного опуска в этой шлифмашине нет. Давайте проверим сейчас в ней обороты. Выставил на единичку, на первое положение. Так, сейчас выставлю третье положение, а потом максимально. Как вы увидели, действительно на первом положении есть 120 оборотов. И сейчас максимальная. Ну, как видите, здесь, наверное, какая-то ошибка написана. На самом деле, обороты здесь больше, потому что я даже удивился, как может быть 380 на ленте. Да, это там второе или третье положение. Понятно, что это даже хорошо, что здесь обороты больше. Так, давайте теперь попробуем, можно ли вообще работать на 120 оборотов. Когда лента на 120 оборотов, можно ли вообще работать по дереву. Вот я сейчас выставил минимальные обороты. Взял заготовку. Не, ну понятно, что он не работает, под своим весом останавливается. Давайте сейчас на двоечку установлю. Вот уже на двоечке что-то минимальное шлифануть, почистить. Без проблем на двоечке работает, если не давить. Единичка предназначенная, наверное, если верх ногами зафиксировать. Выставили единичку и что-то мелкой-мелкой пошлифовать. Этот момент я еще попробую. Давайте сейчас на максимальных. Сейчас установил максимальные обороты и хочу пошлифовать немного доску и проверить, собирается ли вообще пыль в этот мешок. Вот, случилось то, что случилось. Порвалась лента из-за того, что я сильно давил. И, как видите, что происходит. Лента рвется. Конечно, большой-большой минус, что одна лента. Хотелось бы видеть две, три. И сейчас посмотрим, или мешочек пособирал пыль. Та-дан! Как видите, мешочек обалденно просто собирает пыли. И здесь в гараже абсолютно нет никакой пыли. Я даже работал без распиратора. То есть, если вы шлифуете, более крупную пыль она собирает. Понятно, что мелкую-мелкую она не собирает. Но более крупная пыль собирается без каких-либо проблем. Стол на эту шлифмашину фиксируется очень легко. Видите, с двух сторон на столе есть специальные зацепы. И здесь есть канавки под углом. В задней части стола есть винт. И вы этим винтом регулируете этот стол. То есть, по этим канавкам он спускается ниже, либо поднимается выше. И тем самым вы регулируете область шлифования. Также, друзья, скажу про струбцины. Они идут полностью-полностью металлические. Только барашек сделан из пластика. Друзья, вот так вот выглядит зафиксированная шлифмашина к столу. И фиксируется она надежно. И неподвижно. Реально круто фиксируется. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Чтобы добраться до ремня, нужно отклеить этикетку. Открутить один винт. И вот, пожалуйста, добрались до ремня. Ремень идет качественный. От торговой марки Reising. И маркировка ремня 102XL031. Ну тут же понятно, приводной вал и вал, который крутит резиновый барабан, полностью сделаны из металла, а точнее из алюминия. Погнали дальше. С обратной стороны просто накладка, ничего нет. Друзья, отсоединил я пластиковые рукояти. Как видите, здесь есть четкие-четкие ребра для фиксации этой самой рукояти. И в разные положения. К щеткам добраться тоже не составляет никакого труда. Здесь с этой стороны геремень. С одной стороны есть отверстие под щетки. И с другой стороны также есть пробка под щетки. Щетки здесь стоят обычные. Размер их составляет 6 на 9,5 миллиметров. Ну что ж, а мы погнали дальше. Ну а теперь, как всегда, задоили дыхание и смотрим, что же там внутри. Ну, мне как мастеру не особо-то нравится момент, чтобы добраться до кнопки, нужно, блин, разобрать половину шлифмашины. Ну это дело касается лично мастеров. Так, друзья, покажу вблизи, какая здесь ситуация. Как видите, сетевой кабель зафиксирован к корпусу. Есть конденсатор, который гасит помехи на сеть. Конденсатор, кстати, идет с сертификатом CQC. Имеет свое посадочное место. Но удивил тот момент меня, что кнопка в данной шлифмашине идет реально пылезащищенная. И эта кнопка имеет 8 ампер. Так, друзья, добрался я до якоря. Якорь стоит самый обычный, не бронированный. Да и шлифмашине это не нужно. Главное, чтобы было залито возле коллекторная часть. Как видите, вот эти проводочки, они не висят в воздухе. Бывает такое иногда, что разбираешь инструмент, а здесь возле коллекторная часть не пролачена. И когда проводки висят в воздухе, от центробежной силы они раздуваются. И тем самым теряют баланс и якорь. И также могут перебиваться проводки. Ну, как видите, витки якоря пролачены. Претензий, как к шлифмашине, нет. Возле самого подшипника стоит специальная пластина, которая защищает подшипник и от пыли, и от перегрева. Подшипник стоит пылезащищенный, типу RS и от торговой марки CXSH и под номером 608. Возле крыльчатки стоит точно такой же подшипник, точно такой же фирмы. И, как видите, сама по себе крыльчатка еще имеет лабиринтное уплотнение, чтобы подшипник также не забивался пылью. Посадочное место подшипника обычное, но, как видите, друзья, стенки этого пластика широкие и усиленные. Катушки статора самые-самые обычные, зафиксированы нитью, но самое главное, что эти витки пролачены и зафиксированы вместе, и они не гуляют. Покажу вблизи. Катушки зафиксированы, не гуляют и надежно держатся друг возле друга. Также, как видите, есть небольшие пространства для охлаждения. В целом, этого будет хватать для этого двигателя. И тоже понравилось, что катушки статора зафиксированы непосредственно к самому корпусу. Ну что ж, будем подводить итог. Друзья, ну что я тут могу сказать? Это нормальная рабочая лошадка, которая будет справляться со своими задачами на 100%. Я все же по традиции скажу, что мне понравилось, а что мне не понравилось. Во-первых, понравился это короткий сетевой кабель, потому что если столеры работают, то как минимум нужно 3-4 метра. Если ты ходишь вокруг заготовки, тебе нужен длинный сетевой кабель. Также мне не очень-то понравилось, ну и я отнесу это к минусу, что в комплекте одна идет шлифшкурка. Но, как по мне, хотя бы 2 или 3 ложили на первое время. А так, друзья, больше-то претензий нет. Очень мне понравилась комплектация. Это струбцины и дополнительный стол. Также мастера оценят дополнительную насадку под пылесос. Очень тоже мне понравилось, как сама по себе машинка собирает пыль. Конечно же, отличным моментом является то, что здесь узкий носик и можно работать в труднодоступных местах. Друзья, вот снял ведомый вал и хочу показать, что здесь реально все качественно сделано. И этот вал на двух игольчатых подшипниках. Ведущий вал я не разбирал, но здесь видно, что ведущий вал стоит на шариковых подшипниках. Ну а если ты увидел какой-то косяк, пиши об этом в комментариях и мы обязательно пообщаемся. Ну а если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, а то пропустишь много чего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok